У людей, занимающихся логолинейным анализом, редко встает вопрос о том, можно ли перевести формулу эффектов на язык исходных частот. То есть выразить формулу эффектов. Вот здесь у меня эффекты рассчитаны. Двухмерный эффект, одномерный эффект или эффект первого уровня. И все эти расчеты делаются через логарифмы частот. А можно ли непосредственно выразить через сами частоты? Потому что, когда мы выражаем через логарифмы, из-за этого последующего звена смысл во многом теряется. Интерпретировать сложнее. И в учебнике Аптона, и в учебнике Агристи используется понятие шанса, и используется понятие отношения шанса. То есть отношения частот таблицы сопряженности или таблицы с профилями. Попробуем мы разобраться в этой логике. Перед нами для начала двухмерный случай. Х1 и Х2. Два значения признака Х и три значения признака У. Для простоты обозначения я продублирую эту табличку, обозначив частоту Х1 и Г1 через А, Х1 и Г2 через Б, и так далее. Возьмем, к примеру, одномерный эффект Y1. Точнее, в моей терминологии микроэффект. Микроэффект Y1, эффекты Y. Вот его формула. Если вынести логарифм за скобки, под логарифмом вот такое выражение. Речь идет о перемножении А на Д и делении произведения этих четырех частот. Думаю, за счет выноса логарифма за скобки, как бы, суть этого выражения стала более ясной. Действительно. Очевидно, что у нас в числителе стоят частоты в столбце Y1. В знаменателе частоты в столбцах Y2 и Y3. То есть, эффект, или точнее микроэффект Y1, тем выше, чем большая частота сконцентрирована в столбике Y1, независимо от того, в какой строке. И чем меньше частоты сконцентрированы в столбиках Y2 и Y3. Что, в общем-то, разумно. Хотя здесь уже мы не говорим, не можем использовать...